Первое, что нужно понимать, что брак разваливается не сам по себе. Не существует объективных причин, почему брак должен разваливаться сегодня. Нет, это результат государственных стимулов, которые работают на то, чтобы брак становился невыгодным. По мере того, как брак становится невыгодным, люди в него вступают все реже и реже. Понятно, почему так происходит. Потому что государство обременяет семью огромным количеством обязательств перед государством. Потому что государство не позволяет заключать союз таким образом, чтобы оба участника этого союза были в равной степени защищены от злого умысла друг друга. Брачный контракт в России в мире достаточно слаб, например. Потому что вопрос детей недорегулирован. То есть государство является собственником детей по сути. И будучи собственником детей, используют ребенка для того, чтобы угрожать тому или иному родителю благополучием. Например, тоже совершенно дикая история. И отдельная история – это, конечно, тоже экономические стимулы, которые создаются квотированием, которые создаются созданием гендерных привилегий, которые сегодня на Западе очень много. То есть это привилегии относительно отпусков, привилегии относительно зарплат, привилегии относительно уровня компетенции для того, чтобы попасть на какую-то работу. То есть сегодня по умолчанию, когда вы смотрите какого-то человека, который походит по типажу на того, кто попал на работу по квотам, вам в 100% случаев совершенно справедливо относиться к этому человеку не как к профессионалу, а как к человеку по квотам. И это тоже разрушает институт семьи, разумеется, потому что такое квотирование искажает рынок таким образом, чтобы, с одной стороны, какая-то часть общества меньше зарабатывала, какая-то часть общества находилась на привилегированном положении. Вот все это вкупе вместе, в первую очередь, вместе с ответственностью, которую государство накладывает на то, что является семьей, все это приводит к тому, что семья разрушается. Это не объективный процесс, еще раз повторяю.